Праздник Троицы В День Святой Троицы в Серафимодивеевском монастыре отметили престольный праздник. Божественную литургию в Троицком соборе обители возглавил митрополит Нижегородский Арзамаский Георгий. Второе название Троицы – Пятидесятница. Праздник приходится на 50-й день после Пасхи. Его считают днем рождения самой Церкви. Поэтому верующие собираются на службу в праздничном волнении. И теперь просим, Владимир Человек-Алюсе, отца Господа и Бога, спала на жертву на место, на здание человека, наше право спасение, жертву на небес. В Дивеевской обители можно встретить паломников из разных городов России. Этот праздник не просто собирает людей, он дает новое дыхание жизни и вдохновляет. Любой праздник церковный, он всегда должен душу греть. Потому как праздник прошел, а жизнь-то продолжается. Потому что одно дело, мы приехали на праздник, а дальше что? Дальше надо заниматься своей душой, своим умиротворением и стараться не совершать того, что было до этого, когда мы сюда попали. Знаете, аж дрожь по коленкам идет, настолько силы какая в этих молитвах. Ведь Господь, если посмотреть, как Владыка читал, в этих молитвах, все-все-все прошение наше, чтобы Господь нас не оставлял, чтобы нас враги не смущали, чтобы здоровье у нас было, чтобы мы всегда были с Богом, чтобы дом был у нас крепкий. Сюда приезжаем с великой радостью к преподобному Серафиму. Это, конечно, духовник всех людей, которые сюда приезжают. Наставник такой, помощник, молитвенник перед Господом. Мы здесь подпитываемся духовно, это место, где мы черпаем силы. Потом снова возвращаемся в Москву, в мирскую жизнь, в наши будни. Спасибо этому месту, вообще спасибо, что Господь так устроил Божью Матерь, Батюшка Серафим, что есть такая обитель. Мы все верующие люди, я считаю, что нужно соблюдать это, помнить, чтобы наши дети это тоже помнили, потому что память от родителей к детям передается, правильно, от старшего поколения к младшему. Если мы это все будем соблюдать, все эти каноны, то наши дети будут помнить. Необычный праздник в этот день состоялся в Троицком храме, в поселке Копосово. Церковь переживает торжество своего второго рождения. По преданию, на этом месте в далеком XIV веке Сергий Радонежский осветил источник, чем спас местных жителей, страдающих от чумового поветрия. В честь этого события здесь и построили сначала часовню, а потом деревянную церковь. И с той поры теснейшая связь между преподобным Сергием и Троицким храмом в Копосове существует. И все внимательные прихожане, рассматривая роспись этого величественного храма, могут увидеть историю посещения преподобным Нижнего Новгорода. Сердечно поздравляю вас с сегодняшним праздником. Это день необыкновенной благодати. Сегодня же везде молебны. Не только водою освежается человек, но и Святым Духом, и предвкушением, что завтра день Святого Духа. Не только на апостолов. Надеемся, что и на нас, на всех грешных. Сойдет он, обновит нас, вразумит, даст силы, радости, развитию творчества всем. После литургии вдохновленные прихожане собрались у храма. Праздник на улице начался с фестиваля колокольного звона. По всем окрестностям летел ясный и красивый звук. Управляли колоколами и профессионалы, и начинающие звонари. Любой звон не может повторяться. Каждый звон, он особенно индивидуальный. Потому что звон, мне кажется, должен идти от сердца у каждого звонаря. Потому что тут, мне кажется, это не вот что, музыка по нотам. Я только начинающий звонарь. Я всего несколько недель обучаюсь. Как активный прихожанин, откликнулся на просьбу батюшки, что у нас колокольня есть. А звонить некому. Такая колокольня шикарная простаивает. У нас 7 колоколов с благовестом 8. Я еще буду поступать на курсы звонарей, которые организовываются в соборе Александра Невского. Надеюсь, меня возьмут. И сейчас я пока самолучка. Теперь колокольный звон плывет над Копосовым каждый день. И есть кому откликаться на этот зов. Есть кому оценить, как меняется жизнь прихожан. В Печоры ездили 10 лет, в Сормовский ходили 10 лет. А теперь вот 3 года уже как сюда ходим. Мне очень нравится. Наш храм освящен в честь живоначальной Троицы. У нас такой приход хороший. У нас все прихожане добрые, светлые люди. У нас очень хорошие батюшки. И мы все крепко дружим. И нас Святая Троица сплотила. У нас замечательные службы. У нас после службы всегда угощение. У нас радость такая великая. У нас красота. Я думаю, на весь наш Нижний Новгород у нас самый лучший храм. Сегодня такой светлый, радостный праздник. Мы сегодня молимся молитвами к Духу Святому, чтобы Он не оставлял нас, Он не покидал нас, укреплял нас, давал нам силы. Сегодня особый радостный праздник для Копусов. Мы видим, столько людей собирается. Та атмосфера, которую мы создаем, чтобы и дети, и родители научились радоваться, проводить время, благоденствие, чистоте, молитве. Такой красивой Троицы копусовские прихожане не видели давно. На площади у церкви было чем заняться и детям, и взрослым. Всегда популярна каша на полевой кухне. Но и добрые песни, и хорошие стихи собрали немало слушателей. Конечно, людям это все в диковинку, так сказать. Не привыкли люди к такой интенсивной приходской жизни. Постоянные прихожане нашего храма находятся здесь на празднике. Также находятся прихожане Соромовского собора. И со всего города приехали, даже из Кстова приехали. Жемчужины Соромовского благочения, жемчужины нашего города. У нас есть и свой пруд, у нас есть и купальни свои, так мужская и женская. У нас есть часовня Сергия Радонежского со святым источником, в котором каждый желающий может прийти и набрать святой воды. И пока над землей небеса голубые, ничего не прошут. Многим, Господи, надо. Все имеет назначенный срок. Дни цветения садов и пора листопада. Но, как ночь не темна, за аллее восток и святая в душе. Много, Господи, надо. Троицкий храм в Копосве и впрямь стал в минувшее воскресенье центром общения, не только для прихожан церкви. Люди не торопились расходиться, смотрели на артистов и пели вместе с ними, слушали стихи и делились своими сочинениями. Мы в этот мир приходим и уходим. Проходят дни по жизни чередой. Но тайны бытия мы не находим. Хоть старенький ты будь, хоть молодой. Создатель знает тайну бытия. В его руках начало всех начал. Ему подвластны небо и земля. Для нас с тобой пожизненный причал. Каждый, кто был в храме и продолжил день возле него, ушел отсюда с приподнятым светлым настроением, которое должно сохраниться как минимум на неделю. Стойко в православной церкви принято отмечать праздник Троицы. 21 июня в часовне у Спасского староярборочного собора была отслужена лития о митрополите Нижегородскому Арзамасскому Николае Кутепове. Богослужение возглавил митрополит Нижегородский Арзамаский Георгий. На литие молился заместитель председателя отдела внешних церковных связей архимандрит Филарет Булеков, для которого нижегородский архипастырь был мудрым наставником. Также почтить память друга приехал из Москвы настоятель Никольского храма на Преображенском кладбище, протеерей Леонид Кузьминов. В день памяти митрополита Николая у часовни, где покоится его прах, собрались очень разные люди, которым до сих пор не хватает Отеческого совета архипастыря. Все они с бесконечной благодарностью вспоминают его духовную мудрость. Владыка Николай был первым из архипастырей, который явился у нас в славный Нижегородский государственный университет и начал такую деятельность отчаянную совершенно. Никто не мог от себя этого позволить, а он нас духовно окормлял и всегда был активным проповедником и соучастником всех наших событий. Мне лично он наставлял на путь истинный. Я ценю любой его совет, часто его вспоминаю, потому что он унес с собой очень многое, но традиции такие интересные, духовного служения у него остались, и мы их все разделяем. Владыка Николай был таким человеком, который в беседах различных мог с разными людьми быть таким, что он казался своим в любой социальной группе. Самое важное то, что было, он никогда не научал, не поучал, а он старался вместе с тобой пройти по какому-то пути тернистому, вопрос какого-то, и вместе с тобой этот вопрос решить. Это начало 90-х годов, это период разделения общества, достаточно большого уровня конфронтации, и Владыка, конечно, был огромным объединяющим началом. Он часто встречался с молодежью, практически не пропускал ни одного массового мероприятия, посвященного патриотическим или каким-то духовным нашим традициям. С именем Владыки Николая связаны не только воспоминания, но и много нижегородских начинаний. Активно действует фонд его имени, который поддерживает традиции, заданные нижегородским архипастерем. Уже несколько лет при поддержке фонда в Нижегородской области проходят фестивали, творческие конкурсы, издается православная литература. По благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия с 29 июля по 1 августа 2016 года состоится седьмой международный фестиваль православной и патриотической песни «Арзамасские купола». Для участия в конкурсной программе приглашаются участники из любых регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья, церковные и светские ансамбли, а также солисты, авторы-исполнители, исполнители авторских произведений. Возраст участников старше 18 лет. Лауреаты и дипломанты конкурса будут приглашены в Дивеево на празднование 25-летия со дня обретения мощей преподобного Серафима Саровского. Справки для участия по телефону 7-15-05, код города 83-147, либо на сайтах arzamas.rf и arzamas.smallsport.ru Субтитры создавал DimaTorzok